Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Лондоне, как я вижу, погода довольно пасмурная Пасмурная, но, слава Богу, не дождит Потому что если бы пошел дождь, нам пришлось бы увидеть замену карет Надеемся, что погода потерпит И самое радостное, самое долгожданное Одно из самых безупречных событий, которые ждала Европа Не один год Свадебная церемония принца Уильяма и Кэтрин Милл начинается Я вижу, очень много собралось народу в Лондоне И молодые девушки уже думают не только о той свадьбе, которую мы все увидим сегодня Но и о свадьбе следующей Видали, там был плакат Гарри Да, Гарри Я жду тебя Да, я жду тебя и телефон, по которому можно, обладательницей этого плаката, позвонить Да, приблизительно 84% девушек очень хотели бы оказаться на месте Кэтрин в Англии Я слышал, что в Лондоне сейчас на улицах около миллиона человек И что многие из них занимали вот ключевые выгодные позиции за несколько дней Ночевали здесь же на улице, чтобы иметь возможность увидеть свадебные кортежи по дороге в Вестминстерское аббатство А потом, когда они будут возвращаться в Букингемский дворец Совершенно верно Некоторые из них даже разбивали палатки в разных парках, благо их в Лондоне хватает За денежки И ждали этой замечательной церемонии Ну вот, в аббатство уже приходят первые гости Гостей 1900 человек Приглашено на церемонии Совершенно верно 1900 допущенных в аббатство Виктория Бекком и Дэвид Бекком Прибыли, наверное, многие из вас знают, что Виктория ожидает следующего ребенка Мы все надеемся, что это будет девочка после ее мальчиков А я вижу на лацкане у Дэвида Беккома Орден Британской империи Совершенно верно Надо где-то показать, наверное, что у тебя есть орден Кстати, об орденах Мы знаем, что Принц Чарльз Ему будет разрешено надеть только Шесть медалей Не больше Вот такой протокол королевский А тем временем Виктория Бекком, как мы только что видели Одета в свою последнюю коллекцию Осень-зима 2011-2012 год Григорий, а это... Это Роуэн Аткинсон Это очень известный английский комик Мы его знаем как мистер Бейн Прежде всего Совершенно верно Он здесь оказался только потому, что он личный друг принца Чарльза Вообще друзей в этом году Друзей жениха и друзей-невесты Намного больше, чем в прошлые годы Такое было решение молодых И в связи с этим мы увидим на дальнейших всяких событиях Если будет возможность, покажем Просто личных друзей жениха и невесты А вот и Элтон Джон и Дэвид Фернес Счастливые родители И бессменные посетители Вестминзорского аббатства Сэр Элтон одет сегодня довольно консервативно Ну, я смотрю, все мужчины одеты в афраке, в темно-серые брюки И отличаются только цветом жилетки и галстука Совершенно верно Зато женщины, и английские, и иностранные гости Нас очень радуют Бывший премьер-министр Англии Джон Мейзер Интересно, что в Англии знаменитая традиция надевать шляпы Никогда не проходит Один из крупнейших шляпников Филипп Трейси Готовит нам сюрпризы Которые, я надеюсь, мы увидим позже Не менее знаменитый английский шляпник Стивен Джоунс Сделал, наверное, тоже Процентов 60 шляп у присутствующих дам Ну, шляпы действительно впечатляют Огромные и все разноцветные И наряды тоже отличаются замечательным отсутствием черного цвета Правда, приятно А вот и знаменитые, впервые поставленные в Вестминцерском аббатстве Деревья, кленовые деревья Которые, мне кажется, удивительно украшают аббатство С одной стороны, с другой стороны довольно символичный был выбор Насколько я понимаю, была Кэтрин Клен как воплощение, с одной стороны, достойной скромности А с другой стороны, удивительного таланта и способности к сопротивлению Не волнуйтесь, написано на плакате у девушки Есть еще и Гарри Вот начинают выезжать самые почетные гости Участник церемонии Первый стартует, как я понимаю, машина с женихом и его братом Сегодня у нас принц Уильям в каком чине? А у него несколько чинов, насколько я понимаю Но сегодня он полковник Типичный для Англии, да, он полковник Полковник ирландской гвардии Вот он, машина в красном мундире Более того, принц Уильям не может надеть шпагу У него ее нет, также ее нет у его брата, принца Гарри Шпага будет только у принца Чарльза Вот машины сворачивают на кавалерийский плац И приближаются уже к самому Весненстерскому аббатству Вдоль всей трассы следования автомобилей Ведь они сначала едут на автомобилях, а потом, как я понимаю, на обратном пути Будут возвращаться Если погода будет хорошей, они поедут в открытых каретах Так вот, вдоль всей трассы, действительно, я вижу, выстроились сотни тысяч человек Это внутренний двор кавалерийского плаца Не скроем, конечно, больше всего они ждут невесту Но невеста, по традиции, приезжает последняя Последняя, совершенно верно Или следующая после ее величества Вообще, мы с вами свидетели уникального события Это, наверное, первая в Англии свадьба с таким современным уклоном Мы знаем, что и Уильям, и Кэтрин молодые ребята Которые достойно относятся ко всему тому, что связано с монархией и обязательствами Но, с другой стороны, люди молодые и знамениты с замечательным чувством юмора Как Уильям, так и Кэтрин Об этом говорят их близкие друзья Говорит декан университета Сент-Андрес в Таландре Которая закончила Кэтрин и принц Уильям Собственно, они там и познакомились Кстати, вчера декан этого университета сказал У нас вообще один из десяти находит себе пару на всю жизнь Так что такое везение университета Святого Андрея Вот жениха встречают в воротах Веснистерского аббатства Рядом с ним настоятель Веснистерского аббатства В англиканской церкви эта должность называется декан Веснистерского аббатства Доктор Джон Хулл Он и будет читать первую проповедь, насколько я понимаю Должен Уильям совершенно очевидно готов В некоторый момент стать королем, кажется Да Один-то царственный юноша Ведет себя совершенно естественно Нет обычного для молодоженов волнения Обычно женихи перед свадьбой как-то чувствуют, испытывают волнение Нет, этот контролирует себя Это правда, но его папа, как принц Чарльз сказал Ну что ж, практиковались они лет десять, так что что волноваться А сейчас к аббатству подходит мать невесты с ее братом Джеймсом Кэролой Миддлтон Она, она для нее сделала та же группа дизайнеров Потому что автор, собственно говоря, волка ушла из жизни в прошлом году Этого дизайнера очень любила, кстати, принцесса Диана Такой почти аквамариновый голубой цвет И очень элегантные пропорции Так, кто в следующей машине, которая приближается к аббатству? Ага, это отец жениха Это принц Чарльз И Камила Герцогиня Курнвальская Были слухи, что Герцогиня не прибудет на свадьбу Но, как и в прошлый раз, когда она поменяла свое решение И не приехала на мемориал по случаю смерти принцессы Дианы Она опять поменяла свое решение и сейчас решила приехать Это тот же проезд, который только что совершил сын принца Чарльза, принца Войлен А все машины идут по одному маршруту То есть они все проезжают через Кавалерийский плац Видите, песок Совершенно верно Сворачивают на Уайт-Холл И мимо двух монументов героям войны Проезжают прямо к Вестминстерскому аббатству Ну, кроме, конечно, маршрута принцессы Которая поедет из гостиницы Горин Наконец, Ее Величество Королева Елизавета II Со своим супругом Герцог Сегодня в красном мандире Знаменит тем, что очень любит военную униформу А Ее Величество Как всегда В монохромном выборе любимого цвета Или желтый цвет По всей вероятности Одна из величайших монархов Великобритании Королева, которая Больше, чем Ее трон Женщина, которая убедила всех, что Монархия Это надежно, мудро И очень правильно Особенно для Великобритании Камилла Шляпе любимого Своего шляпника Филиппа Трейси Легкая, элегантная Принца Чарльза И Камиллу Также встречают На пороге арбатства И провожают дальше На почетные места Хотя я думаю, что Он должен дождаться Сей Королевской партии То есть он не сразу пойдет На середину На середину Транцепта В Весминстерском аббатстве Это перекрестие Самое почетное место Где обычно происходит свадьба Называется Фонарь Да, такой перекресток Перекресток Причем поразительно Весминстерское аббатство Существует уже более Тысячи лет И за все это время Это Шестнадцатая Свадебная церемония Весминстерском аббатстве А при этом Принц Чарльз Вместе, впрочем, с Уильямом И с Кэтрин Очень активно Участвовал в организации Этой свадьбы Думаю, серьезно Отслеживал протокол И отбирал музыку Которую он, как мы знаем Очень любит Поэтому будет довольно важно Послушать тот Отбор музыкальных произведений Под которые будет происходить Венчание Ее Величество Подъезжает Величайшая женщина Единственная Живая Королева О которой И про которую Был снят Фильм Три ее жизни И знаменитая Английская актриса Хелен Мэрон Как мне кажется Блестяще Сыграла Елизавету Вторую Кто не видел Я вам очень советую Посмотреть Этот фильм тоже Настоятель Весминстерского аббатства И архиепископ Контерберийский Встречают королеву И ее супруга Выйдя Из Ворот Только ради нее Они Как я понимаю Покинули Весминстерское аббатство Верно? Да Никто Никого более Не встречают Встречают в дверях Самых почетных Весминстер Да А королеву Встречают Видите Как только подъехала Ее уже ждут Напряжение нарастает Из главных Участников Церемонии Нет только Невесты Самое главное Что Никто Не знает В чем нам будет одета Это секрет Которая держала Под огромным секретом Тролеву Встречают Хансары Да Чарльз и Герцогиня Крымвольская Находятся здесь Видите Они не прошли На свои места Мы угадали Не имеют Права Протокольного Ее величество В хорошем настроении Вероятно Есть основания Мы знаем Что она очень любит Уильяма Герцогиня Курмвольская Верна себе И одета В пальто Аль Варентин Которую одевала Кстати И на ее свадьбу Которая Впрочем Была намного Скромнее Чем это А вот наступает Ключевой момент Которого ждут С таким нетерпением Я вижу Невеста Садится в автомобиль Но как она одета Еще не видно Этого момента Ждали Сотни тысяч Девушек Сотни тысяч Девушек Писали себе На имейлы На твиттеры Куда угодно Что Что она наденет Что наденет Кэтрин И в секрете Держалось Имя дизайнера Долго И очень честно Три кандидата Были в очереди Никто не угадал И Вот сейчас Мы видим Хотя сквозь Стекло Изумительной красоты Платье Которое Принадлежит Компании Александра Маккуин Сам Александр Маккуин Ушел из жизни В прошлом году И Платье выполнено Его правой рукой Так сказать Его ассистентом Сарой Бертон Кэтрин Оно Совершенно очевидно Очень идет И скорее Мне кажется Она похожа На Грейс Келли Вот На знаменитую Бывшую актрису И потом Монархиню тоже Вот такая Сдержанность Элегантность Французского кружева Шантии Пока мы не видим С вами Всего Все пропорции Платья Не знаем Станет ли она Столь же рискованной Со своим Шлейфом Своего платья Который Был почти Длинной Весминстерское Аббатство В случае С принцессой Дианой Отец Кэтрин Мистер Медлтон Имеет Вот он Очень трогательно Подержал Свою дочь Положив Маленький Ландыш Себе На лацком Пиджака Счастливейший Момент И для девушек И Все таки Для всех тех Кто Ждал этого События Так давно И Машина С невестой И ее отцом Это Очень необычная Рос-Рось С высокой Высокой кабиной И по-моему Со стеклянной крышей Да Со стеклянной крышей Вот он Тронулся В путь А Мы узнали Что сегодняшнюю Трансляцию Смотрят В 180 Странах мира И Телевизионная Аудитория Оценивается В 2 миллиарда Человек Такого в истории Еще не было Никогда Это абсолютно Это просто рекорд Это треть человечества Треть человечества Всего земного шара На самом деле Мне кажется Это очень символично Потому что Наблюдать за такой церемонией Стать В общем Свидетелем Благодаря телевизионному экрану Такого безупречного Счастливого Однозначного события Торжества счастья Это очень приятно Настроение Поднимается Кэтрин Не похоже Чтобы она Очень нервничала Ведет она себя Вполне Спокойно А Кэтрин Кэтрин Миддлтон Называли В университете Эндрюс Красавица Кэтрин Англичане Воспринимают Ее Как Безупречную Красавицу Ее сестра Пеппа Миддлтон Тоже Кстати Сказать Одета В Александра Маккуин Ее И Как мы знаем Лучшая подруга Настоящая Моя в жизни И Сестра Сестра Ведет Подружек Нелесты Подружки По-моему Совсем молодые То есть Девочкам Наверное Года Три-четыре Да Больше Похожи На Маленьких Ангелов Так Тем временем Машина С Кэтрин Миддлтон И ее Отцом Поворачивает На Уайт Холл Отец Сегодня Наверное Один из Самых Гордых Людей Которые Участвуют В этом Мероприятии Кстати Семья Миддлтонов Вложила Пять миллионов Фунтов Стерлингов В общий Так сказать Котел Организации Этой Свадьбы Не Самый Дорогой За всю Историю Королевских Свадеб Но все Таки Серьезное Мероприятие На котором Было потрачено Немало Денег Включая Кстати Всю ту Работу Дизайнеров Которые Переоформили Вестминстерское Аббатство Обычный Турист Который Заедет Вестминстерское Аббатство Таким Каким Мы увидим Мы увидим Его Сегодня Никогда Не Увидит Очень Серьезный Момент Потому что Кэтрин Миддлтон Должна Выйти Из машины Не задев Фату И не Повредив Шлейф Своего Платья И наконец Представив Всему миру Своё Подвенечное Платье Во всей Красе Мне кажется Что это Очень Красивое Платье Очень Точно Выбранное Наверняка Ею Самой То что Называется Не Кричащий Но Подчеркивающий Ее Красоту И Молодость Шлейф Мне кажется Длинным Но все таки Не очень Длинный Разумно Я думаю Справится В отличие Свадьбы Принцессы Дианы Один человек Так как Мы ее видим Отец Переполнен Гордостью Сейчас Тоже Волнующий Момент Проход Невесты В сопровождении Отца По длинному Длинному Холлу Висминстерского Аббатства По его Центральному Мефу По красной Ковровой Дорожке Кстати Было много Довольно Споров Наденет Ли Кэтрин Тиару Была Версия Что она Будет Просто В венке Из белых Цветов Но Как мы Видим Тиара На ней Если я не Ошибаюсь Это Тиара Карте И Она Очень К лицу Хотя Какой Молодой Девушке Не пойдет Тиара Бриллиант Тем более Бриллиант Так вот Приготовление К церемонии Практически Закончено Теперь Проход Самый ответственный Момент Самый ответственный Момент А дальше уже То ради чего Мы собрались Совершенно верно Все заняли Свои места И ее величество И принц Чарльз Теплые слова Декана Вестминстерского Собора Последнее напутствие Последнее напутствие Через каких-то Считанные Через какие-то Считанные минуты Кэтрин Милдлтон Превратится в ее Королевское высочество Никто не будет Будет иметь право Называть ее Кетти Обращаться к ее Можно будет Только полным именем И она будет Выполнять Все необходимые Королевскому двору Протокольные Поведенческие И другие Правила А после свадьбы У нее ведь будет Новый титул Поскольку Углент Сегодняшнего дня Становится еще И герцогом Кембриджским Королева Утром Подписывается А значит Она Нагида Заняла Замуж Она Сибирца День Кембриджского Принц Уильям И его брат Выходит из Интимного Очень Редко посещаемого Предела Восмирского Абатства Где они Обменялись Последними Соображениями Перед этим Ответственным Моментом Принц Уильям Направляется К алтарю Где он Окажется Спиной К своей Невесте Которую По преданию Когда она Подойдет К алтарю Он должен Будет Узнать Но думаю Принца Уильяма Проблем С узнаванием Не будет Они знают Друг друга Скэтрин Десять лет В какой-то момент Они расстались И Все с грустью За этим наблюдали Но потом Вернулись К друг другу На дне рождения Кстати Ближайшего Друга Уильяма И после этого И расставались Больше никогда Это уникальный случай Кстати Тоже В Истории Монархии Чтобы Будущая Принцесса Так долго Десять лет Знала Своего Избранника По-моему Отец Волнуется Больше Чем его дочь Его можно понять Действительно Самый Самый Торжественный Момент В жизни И в жизни Кэтрин И в жизни Ее родителей И конечно В жизни Ее будущего Мужа Третий брак Кстати В истории Английской Монархии Когда Представитель Королевских Королев В этом случае Принц Чарльз Выбирает Свою Избранницу И девушку Из народа Англичане заняться бизнесом и стать, в общем, очень состоятельным человеком, миллионером и отправить свою дочку в один из самых не просто престижных, но действительно блестящих по фундаментальному образованию университетов Англии, Великобритании, простите, по-шотландски, университет Святого Андрея. Принц Гарри докладывает своему брату о том, что его невеста уже приближается. Совершенно верно. Принц Гарри принадлежит тоже яркая фраза по поводу этого. бракосочетания. Наконец-то он сподобился. Как я счастлив. Мать Кэтрин Миддлтон призналась английской прессе, что где-то в сумочке она все равно с собой взяла платок на тот случай, если она всплакнет, несмотря на знаменитую сдержанность англичан. Посмотрим, будет она плакать привет. Привет. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Приближается торжественный момент, когда мы услышим освященное веками ритуал бракосочетания. Сейчас должен выйти декан Весминстерского собора, настоятель Весминстерского аббатства, доктор Джон Холл. Он, после того, как закончится этот гимн, он откроет официальную церемонию. И даже знаменитый Элтон Джон поет вместе со всеми. А вот мы видим Марио Тестино, фотографа, любимого фотографа принцессы Дианы, который, кстати, сделал также съемку и для Кейт Мэддилтона. Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 вас? Да. Кто выдает эту женщину замуж за этого мужчину? Я Уильям Артур. Беру тебя, Кэтрин Элизабет, законные жены, чтобы с этого дня быть рядом с тобой в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, чтобы любить и лелеять тебя, пока смерть не разлучит нас по святому Божьему становлению. В чем я тебе клянусь? Я Кэтрин Элизабет. Беру тебя, Уильям Артур Филипп Луэ, законные мужья, чтобы с этого дня быть рядом с тобой в радости и в горе, в богатстве и в бедности, болезни и в здравии, чтобы любить и лелеять тебя, пока смерть не разлучит нас по святому Божьему установлению. В чем я тебе клянусь? Благослови Господь это кольцо, чтобы тот, кто дает его и так, кто будет его носить, хранили верность друг другу и жили в мире и любви до конца своих дней. Аминь. Именно Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Этим кольцом я венчаюсь с тобой. Телом своим я чту тебя. И все мои земные богатства делю с тобой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Помолимся. О вечный Господь, создатель и защитник рода человеческого, горящий духовную благодать, творец священной жизни, пошли свое благословение этим слугам твоим, этому мужчине, этой женщине, которых мы благословляем именем твоим, с тем, чтобы в своей дальнейшей жизни они чтили завет, заключенный между ними сегодня, символом которого стало это кольцо, чтобы они жили вместе, в мире и любви по твоим законам, заповеданным нам Иисусом Христом, Господом нашим. Кого соединил Господь, да не разлучит никто смертный. Поскольку Уильям и Катерин соединились священными узами брака, чему свидетелем Господь и все собравшиеся здесь и принесли друг другу клятву верности, символом которой является обручальное кольцо, и соединили руки, объявляя их мужем и женой. По имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, благослови и храни вас. Господь на вас сердце Своем смотрит на вас с благосклонностью и наполняет сердца вашим благоговением и благодатью, чтобы в жизни этой вы оба жили так, чтобы в ведущем мире обрести вечную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друг друг к другу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уильям и Кэтрин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Духовная любовь растет Когда отношения верные Отношения преданные Друг другу Они возрождают Таинства духовной жизни И открывают нам Истину, что чем больше мы Отдаем себя, тем больше Мы обогащаемся душой Чем больше мы любим других Тем больше мы становимся Истинными собой Вернее выявляется Наша духовная красота И тогда наша жизнь Становится полной Конечно Очень трудно Освободиться от эгоизма Стараться можно Но нужно надеяться На то, что надежда твоя Сбудется, а чтобы она сбылась Нужна твердая решимость А для этого Нужно быть преданным Пути любви Вы такое решение Приняли сегодня Мы сказали Да И тем самым Встали на сторону Того, что мы считаем Пути На котором жизнь Обогащается Духовная Которая ведет К творческому Будущему Всего 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 Ту огромную Власть Которую дали нам Открытие Прошлого века Мы не должны Поддаваться Весь обещанию Будущего Которое Подарит нам Новое знание Мы должны идти к нему Увеличивая Количество любви в мире Любви к миру И друг к другу Брак Брак должен Преобразить Муж и жену Поскольку Муж и жена Раскрывают друг для друга Свой мир Он меняет и человека Если мы не пытаемся Изменить Своего ближнего В браке Трения не должно быть Если Дух каждого Из супругов Свободен Чосер Лондонский поэт Суммировал все это В одной фразе Когда Один Хозяин Пытается Встать И любовь Собирает Пожитки И улетает В окно Прощи Почему Многих На западе Надежда Ныне Угасает Но Мы должны Противостоять Этому Излагая Надежду На любовь Все мы Несовершенны Нам Не хватает любви Которая могла бы быть Верной Давать Чувство надежности Но не угнетать Другого Того Кого мы любим Нужно Нужно следовать Примеру Иисуса Христа Потому что Тогда Свет Будет все больше И больше Заполняет Наше существование Только тогда Брак Раскрывает Все свои возможности И Становится еще Прекраснее Открывает Дорогу к следующему поколению И Позволяет Надеяться На Приход Мира Духовности И На то что он принесет Плоды Любви Радости И мира Я молюсь Чтобы все присутствующие И Многие миллионы Кто смотрит Эту церемонию И разделяет с вами Вашу радость Сегодня Чтобы мы все Сделали все В нашей власти Чтобы Поддержать И помочь вам В вашей новой жизни Я молюсь Чтобы Господь Благословил вас Той жизнью Которую вы избрали Для себя Так Как выражает их Молитва Которую вы написали Вдвоем Для сегодняшней церемонии Господь Отец наш Мы благодарим тебя За семьи За любовь Которую мы делим И за радость нашего брака В суете Каждого дня Нужно не забывать Смотреть на то Что в жизни Важно Поэтому Сделай Так Чтобы мы были щедры Распоряжая Своим временем Богатством На благо других Помоги нам В нашем союзе Протянуть руку Помощи И утешения Тем кто страдает Аминь Наставь нас на пути Иисуса Христа И мы все скажем Аминь Эту проповедь Произнес Лондонский Епископ Он же И епископ Королевских Часовин А сейчас Прозвучит Знаменитый Псалом Пола Миллера Убикаритос Сатамор Где милосердие Там любовь Иисус 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 О Господи, услышь наши молитвы. Бог наших отцов, благослови слуг Своих и поселение в сердцах их зерно вечного света. Да, дай им благодать учения, чтобы они могли расти над собой, чтобы, подчиняясь воле Твоей, они всегда оставались под Твоей защитой и погрузились в Твою любовь до конца дней своих. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. О Милосердный Господь, О Милосердный Господь, О Бесной Отец, благодаря Тебе род человеческий размножился. Ты посылаешь нам дар детей, подари их и им. И чтобы они сумели воспитать детей, вери Господь, дай им Иисуса Христа. Сделай так, чтобы не разошлись дороги тех, кого воля Твоя объединилась сегодня. чтобы брака, который символизирует совет Христа с Церковью, дай им такую любовь, какой Христос любил супругу Свою Церковь. Сделай так, чтобы эта женщина была верной, любящей супругой Своему мужу, и чтобы следовала примеру святых и благородных матрон. Дай этой паре унаследовать Твое Царство Небесное через Иисуса Христа Господа. Омогущий Господь, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благослови этот союз, чтобы были они здоровы душой и телом, и жили вместе в единстве и мире. Музыкальная часть знаменита тем, что в нее выбирают самые-самые лучшие произведения английско-церковной музыки нескольких веков. Сегодня почти вся программа составлена из композиции Челза Перри. Музыка. 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 Господь, Вечный Господь, просим Тебя благословить и направить сердца и тела ночи в мастезию Твоих законов на исполнение Твоих заповедей, чтобы через Твою милосердную мощь мы могли сохраниться телом и душой благодаря Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Аминь. Благословение Господа Всемогущего Отца, Сына и Святого Духа да пребудет с вами и останется с вами всегда. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это нам показывает, между прочим, запись в приходской книге о бракосочетании Елизаветы, когда она была еще принцессой в 47-м году. Приятно, что все хранится в книгах Великобритании. При желании можно обнаружить все что угодно. Знаменитые фанфоры оркестров гражданской авиации. Гражданской авиации, которые считаются, что когда они играют, мы не слышим в полную громкость, но считается, что их звучание может поднять всех тех, кто похоронен в Веснежском аббатстве. Как это громко, но при этом очень торжественно. Кстати говоря, о регистрации, о книгах довольно любопытно обнаружили английские историки, что принц Уильям, а ныне и его жена Кэтрин Миддлтон, имеют общего прародителя. Где-то на уровне 14-13 веков. Но веков у них ведь есть общий предок, что очень приятно. Родились они в один год. Кэтрин старше Уильяма на 5,5 месяцев всего. И вот теперь в обратный путь, так сказать. Но уже в ином качестве. В ином качестве. Мастер и мессис. Ее королевское высочество. Настолько безупречна вся церемония, при этом, мы бы скажем, отчопорности. Наверное, одна из самых современных свадеб, которую нам удалось посмотреть за последние несколько лет. А какая хорошая улыбка у Кэтрин. И у Кэтрин, само собой. Она обаятельная, очень красивая женщина. Но принц Уильям, у нее действительно очень такая умная улыбка. Ироничная. Ироничная. Чувствуется чувство, такое чувство юмора очевидное. Очень трогательно было, когда египетский лондонский сказал, сегодня вы приняли самое важное решение. И в этот момент принц Уильям посмотрел на Кэтрин с нескрываемой иронией. Потому что совершенно очевидно, что это решение было принято не сегодня. Мне очень нравится. У них вот такое отсутствие достаточно бессмысленной и устаревшей чопорности. И, наоборот, такая вот естественность. Это слово, кстати, вот это natural wedding, естественная свадьба, повторяли наши коллеги. И английский, и американский не один раз. Это очень приятно, что монарши особые могут быть естественными. Такими, какими их знают их друзья. Они, ко всему прочему, прагматичны. Вот эти кленовые деревья, которые впервые в истории оказались внутри вестминстерского аббатства, они же не пропадут. Они дальше будут пересажены в почву. Отлично. Как иначе можно? Кэтрин с Гарри, по-моему, себя очень хорошо чувствует с сестрой Кэтрин. Начинает тоже радовать. Как бы он не оказался занятым быстрее, чем мы об этом думаем. И чем надеются вот эти десятки тысяч девушек на лондонских улицах? Я боюсь, как бы не сотни тысяч этих девушек. Можем быть. Ну что ж, будущий король. Одно обручальное кольцо. Как это положено в англиканском храме. Вот сейчас довольно любопытный момент. Королева-мать в 23-м году была первая, кто положила букет свой. Вот могилу, так сказать, неизвестного солдата, которая только что обошла супружеская пара. Покойная королева-мать. Покойная королева-мать. То же самое сделала ее дочь. То же самое сделала принцесса Диана. А Кэтрин выбрала этого не делать. Не знаю, почему. И вот самый важный момент теперь для всех тех, кто стоит за пределами. Они встречают супружескую пару. Под зимой колоколос свадебный кортеж готовится двинуться к Букингемскому дворцу. Вот уже муж и жена появляются на пороге Вестминстерского аббатства и собираются сесть в открытый экипаж. Замечательную карету. Даже не карету, а ландо. Ландо 1902 года, которая подается только по самым торжественным случаям. И если бы шел дождь, то вместо этой кареты была бы подана карета из чистого стекла, изготовленная намного раньше, чтобы принц, а принц и принцессы в данном моменте, любая другая короневская особа, чтобы у меня не упало ни капли воды. Но Лондону повезло, нам повезло, дождя нет, поэтому первыми отправляются и покидают Вестминстерское аббатство муж и жена. С настоящего момента Кэтрин Миддлтон может быть названа только полным именем, к ней можно обращаться только полным именем, а лучше Хэрол Хайнесс Ваше короневское воздействие. Сколько камер. Сколько репортеров. Со всего мира. Вообще я нахожусь под очень сильным впечатлением, если честно, такое впечатление, что вот прошла весь путь. Хочется выйти замуж после такого торжества, не знаю, как вам. И мне очень понравились слова Евгения Пископа Лоновского, который сказал, что каждая свадьба королевская свадьба, потому что жених и невеста перед лицом Бога и есть король и королева. Ну, Уильям и Кэтрин, похоже, как-то расслабились, выдохнули, прочувствовали замечательные тексты, которые и Малевов, и Псалмов, которые им исполняли. Надо заметить, что Кэтрин добрая половина текста знала наизусть. Видимо, обучение в университете Сент-Анджис не прошло зря. И девочка действительно была очень способна, как они и говорят, и ее преподавать телесвили. Многочисленные зрители на лондонских улицах наконец-то получили то, что хотели. Во всем великолепии свадебный кортеж, открытые коляски и чудесные погоды, потому что, похоже, не только дождей нет, но, похоже, даже солнце леново. Ангелы благоволят этого мероприятия, это совершенно очевидно. Это, наверное, самый долгожданный момент для тех, кто пожертвовал всем и каким-то комфортом испали любители такого рода, так сказать, мероприятий на улице, на крышах, ночевали не дома, брали дорогие билеты или закупали их раньше. Все происходило ради этого момента, когда они увидят любимого своего принца Уильяма, сына не менее любимой, как ее называли, народной принцессы Дианы, который наконец стал мужем. Надо сказать, что даже когда принц Уильям станет королем английской монархии, Кэтрин, не дай бог, что-то случится, все равно не сможет стать на трон и стать действующей королевой, титры напрямую всегда останется королева Рейгена. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо и что на нашу жизнь хватит не менее мудрого, красивого, но на этот раз современного правления английских монархов. А Елизавета Вторая и герцог Эдембургский уезжают в шотландской карете. Это уже карета, это не Ландо. Они направляются сейчас на обед, прием, который дает королева. Завтрак давал брат принца Уильяма Гарри, такой небольшой, но дружеский. И потом в Местмитерском обманстве присутствовало где-то 1900 гостей. Викингемский дворец на обед, вернее сказать, прием с канапе, который дает ее рече Елизавета Вторая, будет приглашено всего 600 человек. И на ужин, который в честь своего сына даст принц Чарльз, будет приглашено всего 300 человек. Вот так по-нисходящей, но тем не менее, наверное, в порядке важности люди будут праздновать сегодняшний день. Уникальное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что после ужина, который будет давать принц Чарльз, молодые организовывают в Букингемском дворце ночную дискотеку станции с приглашенным диджеем. Это, наверное, впервые в истории. Я как-то никогда не слышал дискотеку в Букингемском дворце. Это действительно впервые в истории. И могу себе представить, какое количество молодежи хотело бы на этой дискотеке потанцевать. Не думаю, что всем удастся, но что будет весело, это точно. Пипа Миддлтон, сестра Кэтрин, известна своей любовью к музыке, к современной музыке, к танцевальной музыке. Думаю, что будет весело и жарко. вот первая Ландон, въезжая через парк Сент-Джеймс. Да, первое здание Кавалерийского плаца, сейчас оно должно пересечь Кавалерийский плац и окажется уже на воле, откуда виден Букингемский дворец. Кстати, что интересно, тоже из нового и никогда не происходившего в королевской семье, впервые молодые отказались от всех подарков, в прямом смысле этого слова, фарфор, вазы, платье, что угодно, они открыли для всех тех, кто хочет сделать для них подарок несколько порталов цифровых, которые представляют благотворительные организации самых разных стран, не только в Великобритании, но это благотворительные организации, с которыми они связаны, и туда можно переводить деньги, что и будет настоящим подарком для Уильяма и Кэтрин. Благородно, по-моему, очень современно. Как говорится, зачем копить мне нужные вещи, когда можно сделать так много полезного. При этом и у Кэтрин и Уильяма есть свои фонды благотворительности, которыми они занимаются не один год. А потом свадебное путешествие, а потом молодые должны будут вернуться к месту прохождения службы. Он же базируется где-то в Кудливерполе, он сейчас пилот спасательного вертолета. До недавнего времени был вторым пилотом, но недавно его выселили. Хотя, даже будучи вторым пилотом, в прошлом году он дважды вылетал на спасение человека. И оба раза экипажу, в котором он летает, это удалось. Один раз, я помню, читал, там было, один раз они летали на нефтяную вышку в море, на платформу, и эвакуировали оттуда заболевшего человека, на платформе хотя бы можно сесть в вертолет. А второй раз они снимали с горы, с пиха, альпиниста, у которого случился инфаркт. И там уже вертолету сидеть было негде. И они его снимали достаточно снизу. Но, тем не менее, успешно сняли. Ну, и принц Уэлев, и принц Гарри довольно много проходили военные службы. Это принято, как мы знаем, у английского двора. И один из этих случаев принц Уэлев сказал, ну, наконец-то мой папа не будет меня обвинять в том, что я лентяй. Все-таки я что-то успел сделать толковое после этого спасения альпиниста. Будем надеяться, что у Кэтрин будет возможность все-таки как-то подъехать и навестить молодого мужа. Потому что на самом деле это такая не просто молодая пара, это ребята, которые любят очень сходные занятия. Они любят заниматься спортом вместе и много им занимались. Они любят одинаковые книжки, им нравятся одинаковые юмористы. Они об этом говорят довольно открыто. И, собственно, те, кто с ними учились в университете, подтверждают это всегда. У них такое единство взгляда. что приятно. Впрочем, я, конечно, жду наследников поскорей. Думаю, что и Юлиска Королева Елизавета Вторая ждет детей от этой красивой, молодой и такой современной пары. Думаю, что они нас не заставят долго ждать. Что-то мне подсказывало. ее величество, по-моему, очень довольна происходящим. Улыбка у нее счастлива, это правда. Вообще, в семье известно, что Кольям Елизавета относилась всегда очень внимательно и очень хорошо. он был яркий мальчик, такой хорошо себя умел вести, в отличие от Гаррия, который был более таким хулиганским парнем. И Королева Елизавета Вторая возлагает на Уильяма большие надежды. Думаю, не без основателя. Процессия въезжает на площадь перед Букингенским дворцом. Конечно, очень хотелось бы находиться в этом ландо и слышать о чем говорят сейчас молодые муж и жена. Для принца Уильяма это в общем состоянии очень привычно. Он вырос в именно таких традициях и не первый раз видит ликующую толпу. А вот Кэтрин в данный момент это немножечко вновь. отец отец Самая долгожданная сцена на балконе. Да, считается, что это и есть вершина свадьбы. Ни одна королевская свадьба не полна без поцелуя на балконе. Сегодня свадебная церемония принца Уильяма Уэльского и теперь уже госпожа Кэтрин Уэльс, как ее велено теперь называть, подходит к своему апогею. Потому что с точки зрения многочисленных зрителей самое главное это поцелуй на балконе. И вот только что ставший мужем и женой принц Уильям и Кэтрин Уэльс. Ради этого момента. Ради этого момента. Ради этого момента. Больше миллиона людей заполнили город. Лондон ждут, обсуждают последние несколько дней, поцелуют ли он им в щеку или наоборот в губы. Долгий поцелуй будет или краткий. Но увидеть его можно только один раз и только сейчас. Поцелуй, который закрепляет их истинную любовь и преданность друг к другу. И величество тоже выходит на балкон с супругой. На балконе мы видим уже принц Чарльзу и Камилу Герцогину. Ройскую. И родители теперь уже не невесты, а жены. А в небе все готово для воздушного парада, судя по тому, что мальчик Паш только что показывал пальцем в небо. Но парад не может натеться до поцелуев. Да, все идет по традиции. О! Ну, слава богу. Можно было бы, конечно, подлиннее, признаюсь. Но, учитывая, что 10 лет они уже этим занимаются, мы простим такую кратковременную целомудренность молодой пары. Конечно, я... Герцога Единбургский доволен, тем не менее. И у Герцога Единбургского в основном отличное настроение. Видимо, от того, что все обязанности лежат на жене. Многое величество Елизавете Второй. Вот теперь можно сказать, что свадьба действительно удалась. И интерес миллионов, миллиардов, собственно, людей к этому событию действительно понятен. Понятен и, я думаю, что полностью удовлетворен. Сама церемония прошла совершенно блестяще. Ну, во всяком случае, наверное, эксперты обнаружат какие-нибудь, как принято говорить, ляпсусы. Но нам сегодня ничего такого не было заметно. Незаметно, в отличие от своей матери, принцессы Дианы, принц Уильям, не сделал ни одной ошибки. О, второй раз. Это набисло такое ощущение было. Это явно набисло. Они слышали меня. Они слышали нас. Может быть, кто-то помнит, что, к сожалению, леди Диана перепутала имя своего будущего супруга. Вернее, порядок тех пяти имен. А вот и пролет, воздушный парад, который, собственно, и подводит точку, подводит черту под сегодняшним праздником. Это коллегия принца. Военно-воздушные силы. Да, и в свадебное путешествие, как раз, потому что он собирается улететь на вертолете. Но ему с руки, потому что он умеет еще и, так сказать, сидеть за штурвалом вертолета. И самолета, и не только. И самолета. Красиво, очень торжественно. Молодые покидают балкон. Последними. Дает возможность восхищенным гостям их еще раз увидеть. Поздравить, присоединиться к этому, ну, действительно, по-честному, очень красивому, светлому и радостному празднику. Ну, что ж, мне церемония очень понравилась. Мне очень понравилось многое. Я думаю, на этом мы и попрощаемся. С вами была Алена Долецкая и Григорий Либергал. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Счастливый вам. Счастливый вам. Счастливый вам.